В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Одессе убит 6-летний ребенок. У селеми одесских коммунальщиков двор дома номер 14 в переулке Утесово превратился в городскую достопримечательность – Грязевую. Музей морского флота снова переехал. Экспозицию с морвокзала временно разместили в здании музея Одесского порта. Год назад городские власти с большой помпой открыли музей Леонида Утесова в доме номер 11, где родился знаменитый Одессит. В течение буквально недели были приведены в порядок и фасад здания, и двор, и тротуар вокруг. К сожалению, ремонтные работы не коснулись остальных домов и дворов, расположенных на улице имени нашего знаменитого земляка. Так, аккурат напротив музея двор дома номер 14 усилиями одесских коммунальщиков превратился в настоящую грязевую клоаку. Переулки имени знаменитого одессита Леонида Утесова подфартило только одному дому, где, собственно, и родился артист, и в котором в 2015 году городские власти открыли именной музей, предварительно отремонтировав его на скорую руку. Однако остальным домам, расположенных в переулке, повезло меньше. Поскольку в них Леонид Осипович не рождался, то, стало быть, и ремонта никакого от мэрии не положено. Впрочем, в данном случае речь пойдет даже не о ремонте дома, а о том, как собственными руками, видимо, растущими из неположенного места, коммунальщики умудрились превратить один из дворов дома по адресу переулок Утесова, 14, в настоящую клоаку. Сразу за новыми воротами взглядом открывается великолепная грязевая канава – плод деятельности местного ЖЭКа, затеявшего замену труб теплосети, стоящих во дворе домах. Вы скажете, что ж в этом плохого, наоборот, стараются коммунальщики? Да, действительно, постарались на славу. И, видимо, так им понравился результат кипучей деятельности, что не решаются они заделать чудо-канаву с июня месяца прошлого года. Хотя, как водится, обещали, причем не один раз. И обратно асфальт не положили? Нет. Неудобно во время дождя? Как вы тут ходите? Конечно, тут была такая грязь и все этот, и снег, когда навалило, тут было очень нехорошо. Хотя нам обещали, что сделают и все. Но ничего не сделали. Оставили. И вода, вот дождь прошел, снег прошел. По колено у нас незрячие живут здесь, ходят в этих лужах, в этом всем. И, ну, обещают. Они умеют обещать. Жители не просто ждут обещанного. Как могут они пытаются приблизить этот светлый миг укладки внутри дворового асфальта? Они пишут письма, записываются на прием в мэрию, отправляют наказы депутатам. Верите ли? Все абсолютно впустую. Было обещано по письмам, что до 15 октября 2015 года отписался городской совет. Будет у нас это все сделано. Асфальтировка. Потом второе письмо департамент городского хозяйства до 15-11 2015. Вот вчера подходила, значит, десятую квартиру. Женщина тоже писала. Ей написали, что до 4 апреля этого года. В результате, чтобы преодолеть грязевые силы, местные жители вынуждены передвигаться, надев на ноги бахилы. Иначе в грязи можно просто утонуть. И с тех пор уже прошло с июня месяца сколько времени. У меня даже есть письма. Вот вчера мы выносили, обсуждали. И с этой парадной люди писали, и оттуда писали. И я вот завтра собираюсь в департамент городского хозяйства. Еще я записана на прием к Орловскому. Понимаете, уже с подписанным вчера новым письмом. Потому что наши дети в пакетах в школу выплывали, когда растаял снег. Это же грязь необыкновенная. Проходить. Мы уже договорились, что будем надевать бахилы на обувь. Это же ужас какой-то. Мы живем в этой грязи и никакого выхода. Но если в этой части двора Канаву просто не заасфальтировали, то чуть дальше вообще забыли зарыть. Прямо вдоль домика вместо дорожки зияет вырытый коммунальщик и миров. Вот месяц уже. Вот это мы. Да, вот это доска. Мы еще без воды сидели ко всему уже. Вы без затопления, а мы без воды сидели. А вы сейчас сказали, что кто-то уже упал там в яму, да? Упала женщина, это вот упала, ну переломалась доска. А потом почтальон упала. Как рассказали возмущенные дисситы, сотрудники ЖЭКа больше месяца ищут и не могут найти местонахождение водопроводной трубы, в поиске которой, кажется, перерыли весь двор окончательно. Более того, как говорят жители домешек, так сказать, в пылу энтузиазма, ЖЭКовские работники умудрились порвать идущие в их дома коммуникации. Они разрыли, развернулись и ушли. Порвали водопровод, порвали канализацию, развернулись и ушли. И в этой ситуации, так же, как в случае с не заасфальтированной Канавой в том же дворе, люди возмущаются, пишут письма и ждут, когда власть выполнит обещанное. Впрочем, кажется, безрезультатно. А пока в соседний Утесовский двор ходят экскурсии, местные жители стыдливо закрывают ворота. К слову, это единственное, что им сделали до выборов. Чтобы, не дай бог, сюда не забрел какой-нибудь гость города и случайно не увидел, как вполне уютный двор усилиями коммунальщиков и властей превратился в грязевую достопримечательность. Одесский горсовет решил материально поддержать беглого экснардепа Игоря Маркова. Политику-сепаратисту и его фирме ООО «Союз» удалось заполучить выигрышный контракт на вывоз мусора. Одесская мэрия очень любит материально помогать нуждающимся. Правда, на сей раз речь идет не о копеечных подачках в виде адресной материальной помощи инвалидам и пенсионерам, а о том, что благодаря городским властям, подконтрольная Игорю Маркову, компания «Союз» выиграла тендер на вывоз твердых бытовых отходов, а стало быть, беглый сепаратист заработает на Одесситах почти 8 миллионов гривен. Так что в ближайшее время, спасибо мэри, Игорь Марков явно нуждаться не будет. Как сообщает издание «Наши гроши», коммунальное предприятие ЖКС Черноморский объявило тендер на вывоз твердых бытовых отходов в Киевском районе Одессы в текущем году. Стоимость тендера составляет 7 миллионов 680 тысяч гривен. Его и заполучила фирма Игоря Маркова. Единственным конкурентом выступала ООО «Эко-Ренессанс». Но там стоимость услуг оказалась выше, причем всего на 0,04%. Между тем, «Союзом» до недавнего времени официально и владел Игорь Марков и кипрская компания «Ренессанс Партиципэйшнс». Об этом сообщают украинские СМИ. Сейчас фирма переоформлена уже на турецкую компанию. Однако директором компании до сих пор является бывший депутат Одесского курсовета Юрий Кривенко. занимающий эту должность с 2007 года. Человек из ближайшего окружения политико-сепаратиста Игоря Маркова. Как сообщают наши гроши, другая фирма, якобы участник тендера «Эко-Ренессанс», сейчас официально принадлежит панамской компании «Трейд Инновейшнс ИНК» и Александру Вахрушеву. Это отец Олега Вахрушева, экс-депутата Одесского облсовета от партии регионов и экс-главы государственной экологической инспекции в Одесской области. Любопытно, что до недавних пор компания называлась «Славянский альянс» и входила в зону бизнес-интересов все того же Игоря Маркова. Несмотря на позорное бегство в Россию, дело его живет и торжествует. Вот что значит свои люди при власти. Коллеги и друзья в Одесской мэрии, в первую очередь сам Геннадий Труханов, всегда готовы протянуть руку помощи сепаратисту-политику. В Одессе произошло жуткое преступление, жертвой которого стал 6-летний малыш. Вернувшись в квартиру после 40-минутного отсутствия, мать ребенка обнаружила сына повешенным. В дежурную часть Мариновского отдела полиции в Одессе поступило сообщение врачей скорой помощи о том, что в одной из квартир пятиэтажки на улице Радостной обнаружен труп 6-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Одесской области. По словам следователей, ребенок находился в квартире один не больше 40 минут. Когда мать вернулась домой, то обнаружила открытые двери квартиры и тело сына на полу, у кровати в его спальне. Проживал мальчик вместе с двумя старшими братьями, школьниками, матерью и ее сожителем. Как говорят следователи, только в одной комнате были разбросаны вещи из шкафа, в остальных беспорядка не было. Сразу же на место происшествия выехала следственная оперативная группа Малиновского отдела полиции, эксперты-криминалисты, кинологи, инспектора криминальной полиции. Устанавливаются причины трагедии и возможные свидетели, очевидцы этого события. Сейчас проводится подворовый обход, опрашиваются соседи. О причинах говорить еще рано, так как судмедэкспертиза нам еще не предоставила никакой информации. Предварительно установлено, что признаки насильственной смерти присутствуют. В СМИ появились первые подробности. Мать убитого ребенка ушла на работу, оставив сына дома. Но уже через 40 минут стала беспокоиться. Мальчик не брал трубку. Женщина вернулась домой и обнаружила уже мертвого ребенка. И хотя больших денег в семье не было, поскольку всего две недели назад мать перенесла тяжелую операцию, из квартиры пропали 4000 гривен. Неужели это и есть цена жизни шестилетнего мальчика? Сведения о преступлении внесены в единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Долгожданный ремонт в отделении хирургических инфекций военного госпиталя подходит к концу. Два месяца тому назад председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили посетил отделение и был, мягко говоря, шокирован. Не в таких условиях должны лечиться и восстанавливаться защитники Украины. Среди меценатов был брошен клич «помочь медикам». И на счета фонда губернатора, на благо Одессы, начали поступать деньги. 16 февраля Михаил Саакашвили снова побывал в вышеупомянутом отделении. Только впечатление оно произвело уже совершенно иное. Отделение, рассчитанное на 25-30 человек, не ремонтировалось десятилетиями, говорят врачи-старожилы. Сейчас полностью были отремонтированы операционные палаты, коридоры. Для наглядности волонтеры развесили фотографии старого отделения до ремонта и нового после. Сотрудники госпиталя рассказывают, такие капитальные изменения только вдохновляют на работу и на общую победу. Если лучшие условия для работы, то и дух уже у лекарей, и у медичных сестер, они с большей относительно ответственностью к выполнению своих обязанностей, а также с большей отдачей работают в новом месте. Волонтеры, которые опекаются ранеными бойцами и сотрудничают с госпиталем, рассказывают. Первоначально Михаила Саакашвили попросили посодействовать в ремонте двух палат. Увидев состояние отделения, губернатор на палатах не остановился. В порядок были приведены и операционная, и перевязочная. Перекрыта крыша. Отремонтированы санузлы. Был куплен стерилизатор, был передан госпиталем тоже при помощи Михаила и при помощи фонда «На благо Одессы». Был куплен параконвектомат, пекарский шкаф точнее, в котором ребята сейчас до сих пор, с момента его установки, до сих пор им делают какие-то булочки, сырники, пирожки в качестве дополнительного питания. Потому что понятно, что питание в госпитале разное. Прогулявшись по коридорам отремонтированного отделения, Михаил Саакашвили, похоже, остался доволен проделанной работой. Поблагодарил и персонал, и волонтеров, и меценатов. Но в то же время заметил, на третьем году войны нельзя решать все проблемы только за счет энтузиастов. Ну зачем? Нужно, чтобы до сих пор ремонтом, кормлением часто, руковой помощью занимались волонтеры. Пора было уже государству взять эту функцию на свои плечи. Неужели так трудно, чтобы действительно наши раненые не гнили в этом гнойном отделении, а таких еще много во всей Украине? Просто если государство реально нашло правительство денег, чтобы в это вложить и реально его создать. Окончательно ремонт все-таки еще не завершен. В марте планируется запустить лифт в отделении, который значительно облегчит жизнь и раненым, и персоналу госпиталя. Конечно, у медучреждений еще много потребностей. Но главное, начало положено. Анатолий Косин, Юрий Рух, телекомпания «Круг». Сохранить вашу собственность поможет электронная сигнализация. Главное управление национальной полиции в Одесской области проводит акцию «Квартиру под охрану». Одесситами жителям сельских районов предлагают установить охранную систему по льготной цене. Акция «Квартиру под охрану» проводится дважды в год и рассчитана на население со средним уровнем доходов. Льготные тарифы предоставляются именно собственникам квартир в обычных жилых домах. В этот период мы подключаем квартиры граждан, где стоимость монтажных работ выполняется в 50%. Это не касается огромных частных домов, коттеджей и всего прочего. Только квартир. В эту акцию еще есть новая скидка для участников АТО. Это 75% на монтажные работы. Вы оплачиваете только стоимость аппаратуры. Дальше мы работы выполняем по вот этим расценкам. Минимальная стоимость оборудования на квартиру – 3,5 тысячи гривен. Льготная установка по акции обойдется в половину этой суммы. Всего придется заплатить 5 250 гривен. Ежемесячная плата – 140 гривен. Можно установить в квартире и так называемую тревожную кнопку быстрого вызова полиции. В любом случае, ждать полицейский наряд нужно не более 5 минут. Мы предлагаем, кроме всего прочего, очень актуально в нынешний момент – это солидарная охрана. Когда один прибор ставится на весь подъезд, это удешевляет стоимость оборудования каждой квартиры процентов на 25. Электронный сторож, конечно, хорош. Если есть лишние деньги, тем более, что раскрываемость квартирных краж по стране не превышает 40%. Когда же на счету каждая копейка, а так живет чуть ли не половина населения, остается надеяться на судьбу. Может, пронесет, и воры обойдут вас стороной. Кто же все-таки решится воспользоваться акцией? Нужно обращаться в полицию до конца февраля. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУ. Музей морского флота продолжает скитание. Пока тянется бесконечная реставрация сгоревшего несколько лет назад здания, экспозицию перевезли с морвокзала в помещение музея Одесского морского порта. Там и состоялась презентация давно известного собрания. Один музей временно приютил другой. Помещение на морвокзале, которое начали ремонтировать под таможню, пришлось оставить. Коллекция, когда-то спасенная при пожаре, будет пока храниться здесь, в музее порта на Лонжероновском спуске. Из большого собрания выставлено не более 5% экспонатов. Сотрудники музея постарались осветить историю мореплавания со времени появления паруса. Представлены модели кораблей, бареходные приборы, книги и документы по истории флота и судоходства, фотографии. Есть вещи, сохранившиеся только здесь. Коллектив музея обещает расширить экспозицию. Главное препятствие – нехватка денег. На момент пожара в здании музея в фондах на учете хранилось порядка 300 единиц моделей. Многие модели и макеты судов, если не пострадали от пожара, то пострадали от влаги. И думаю, что порядка где-то 70% требует той или иной степени реставрации. Раньше в музее морского флота были штатные реставраторы. После пожара коллектив сократился и теперь придется искать специалистов на стороне. Сколько времени морской музей проживет на новом месте, сами работники не знают. Помещение музея Одесского порта невелико. И чтобы развернуть экспозицию в полном объеме, надо возвратиться в свое здание. Музейщики и все одесситы ждут этого уже 10 лет. Восстановлению памятника архитектуры в самом центре города конца края не видно. Нет даже приблизительной даты завершения работ. Здание сейчас у нас находится за облсоветом, то есть принадлежит территориальной громаде города и области. Создано коммунальное учреждение Одесский музей морского флота. Для чего он создан? Для того, он фактически создан для возрождения функционирования морского музея в Одессе. Мы являемся государственным учреждением. И в перспективе, если все пойдет хорошо, и я надеюсь, что так и будет, мы должны передать свои музейные ценности коммунальной установе и оставшейся частью коллектива перейти туда, чтобы восстанавливать экспозицию в том здании. Хорошо уже то, что новое руководство областного совета поддерживает дело возрождения в Одессе музея морского флота. Хранители и научные работники делают все возможное. От чиновников и депутатов нужны деньги. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». И это все новости на сегодня. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Все вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 17 февраля в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла. Днем от 8 до 10 градусов со знаком «плюс». Субтитры подогнал «Симон»